Радио «Звезда» На реках Вавилонских, тама седохам и плакахам, Внегда помянути нам Сиона. На вербиях посреде его обесиха морганы наша. Яка тама вопросиша, ны пленише нас о словесех песней И ведше нас о пении. Воспойте нам от песни сионских, Как о воспоем песнь Господню на земли чуждей. Аще забуду тебе Иерусалиме, Забвенно буде десница моя. Прильпни язык мой гортани моему, Аще не помяну тебе, Аще не предложу Иерусалима, Яка в начале веселья моего. Помяни, Господи, сыны едомские, В день Иерусалимль глаголющая. Истощайте, истощайте до оснований его. ПРОЛОГ Река Лужа, 12 октября 1812 года Да, славно поработали. Белозубый казак спрыгнул с коня, Сняв шапку, отбросил солбачуб И обвел усталым взглядом черные лица черниговцев. Ишь как, рыва-то позаморали, Не дать не взять, арапы какие-то. Никакие не арапы, усмехнулся невысокий офицер, Блеснув светлыми, глубоко посаженными глазами. Я как был, ясовул Василий Магдебург, Так им и остался. Догоравшие обломки строений, Обваливаясь, освещали вспышками округу. Среди облаков, багровых, В отблесках пожарища появился месяц. В зыбком свете глядели казаки на разрушения, Оставленные многочасовым боем. Ветер засыпал пеплом, И сажей карабины, сабли, пики. Малиновый верх круглых шапок стал черным. И малиновые шаровары тоже, И барашковые околыши. Только кушаки не изменили цвета. Им по высочайше утвержденным правилам Черными изначально положено быть. А лица-то лица. Стих грохот пушек, Умолк треск ружейной пальбы, Замерли неистовые вопли рукопашного боя. В Малой Рославце, Уездном городе Калужской губернии, Наступила тишина. Только стоны раненых Нарушали внезапно опустившееся безмолвие. С самого рассвета Шло здесь кровавое сражение. Восемь раз переходил город, Почти полностью спаленный. Из двухсот домов уцелело двадцать. Из рук в руки. То к русским, то к французам. С обеих сторон густые колонны пехоты, Встречаясь на улицах, Поражали друг друга штыками. Артиллерия мчалась рысью по грудам тел, Раненые, умирающие, Раздавливаемые были колесами, Или, не имея сил отползти, Сгорали среди развалин. В пылу сражения бывают минуты, Когда огонь воинский, Воспламенив сердца, Заглушает в них всякое другое чувство, Особливо, когда дело идет О независимости народной. Так вспоминал участник событий В своих мемуарах. Погода стояла пасмурная, Со слякотью и пронизывающим ветром. Несмотря на глубокую осень, Деревья еще зеленели, Но только поутру. К сумеркам остались лишь голые черные ветви, Листву снесли картечь и ядра. Затишье охватило и площадь На восточной окраине города, Перед цветыми воротами Черноостровской Николаевской обители, Угнездившейся на правом берегу Реки Лужи. При известии о подходе Наполеона Братья, шестнадцать чернористцев, Во главе с игуменом Макарием, Покинули монастырь. Белокаменная ограда Со скругленными четырехугольными башенками По краям покрылась копотью, Ворота все в оспинах от картечи. Палили по ним нещадно, И французы, и наши, Особенно когда гренадеры Тринадцатой пехотной дивизии Бонапарта Бросились в монастырь, А казаки черниговского полка Следом, тесня противника и сбрасывая их в ров. Но чудо! Нерукотворный образ Пресвятого Спаса В створе ворот Остался цел и невредим. Ночевать черниговцы устроились Прямо у стен монастыря, кто как мог. На другой день, Пишет мемуарист, Тринадцатого октября, Ждали, что неприятель возобновит атаку. Удивление наше было чрезвычайно, Когда мы узнали, Что Наполеон решился отступить И направил свой путь На Смоленскую дорогу. С покатого речного откоса, Приподнявшись в стременах, Смотрел Есаул, Магдебург, Как таяли в рваном дыму Уходящие колонны противника. За спиной у него курился Изрытый ядрами Иванов лук. Василий подобрал скользкие поводья, Толкнул каблуком коня И, обернувшись к изумленным черниговцам, Крикнул хрипло. — Ну что, братцы, на Париж? Святой лик спасителя на воротах С улыбкой добра и милости Сиял утешительной надеждой. Глава первая Белый дом с зелеными ставнями Река Остер Спрыгнув с подножки поезда, Мальчик в гимназической тужурке Поднял воротник и двинулся по перрону. Моросил мелкий дождь. Сквозь мокрую пелену Смутно угадывались Вокзал, Большие оштукатуренные буквы Нежин И керосиновый фонарь Над дверьми, Куда ныряли прибывшие Бобруйским поездом пассажиры. На высоких козлах, Укрывшись с головой попоной, Спал извозчик. Дремала и лошаденка. — До города довезете? — окликнул мальчик. — Тридцать копеек, — Пробурчалось под укрытие Сиплый голос. — Дешевле, барич, По вечернему делу Никак нельзя. Бросив вперед чемодан, Мальчик проворно Залез в пролетку И прикрыл ноги Кожаным фартуком. Лошадь, С трудом вытаскивая копыта Из липкой грязи Побрела по размякшей Проселочной дороге. Когда добрались До постоялого двора, Хозяева уже спали. Ворчаясь, Потыкаясь, Чумазый мальчишка половой Зажег стеариновую свечу И отвел постояльца В свободную комнату. Ложиться было неохота, Не отпускало возбуждений От первого в жизни Самостоятельного путешествия. Да, По правде говоря, И простыни на кровати Выглядели Сомнительно. Миша подошел к окну. Над неженом Полал закат. На белые Оштукатуренные стены Одноэтажных домиков Падал розовый оцвет. Вечерние сады Сливались В единое Густо-зеленое Шелестящее море. Пять золотых Куполов собора Сверкали В уходящем солнце. Мальчик Распахнул окно. Запах осенних листьев, Зрелых яблок, Влажной травы Мешаясь Охватил его. Закатный луч Упал на плывущий Над куполами Крест, И на мгновение Показалось, Что он горит. Малиновые, Алые, Пурпурные краски Захватили, Заиграли На золотой Крестовине И слились Вдруг В кровавый Красный цвет. Миша спал плохо. Сомнения Насчет Простыней Оправдались полностью. Клопы. Утром Вчерашний мальчишка Объяснил Постояльцу, Как найти Лицей И с неожиданным Энтузиазмом Вызвался Проводить. Не будь Провожатого Потонуть бы Миши В непросыхаемой Луже, Той самой, Которую Воспел В мертвых Душах Читанный Перечитанный Гоголь. Чумазый Вергилий Вовремя Ухватил Подопечного За рукав И благополучно Доставил К речке. На узкой, Недвижной Ее поверхности, Где, Перемежаясь Зелеными Бликами, Быстро Мелькали Серебристые Тени, Уткнувшись Носом В прибрежные Кусты, Стояла Лодка. В ней, Опершись На воткнутое В воду Весло, Ждал Кого-то Стариков, Накинутый На плечи Серой Хламиди. На том Берегу Торжественно Вставал Сад, Полный Цветов, Дорожек И Надежд. Свесившись Через Перила, Мишин Провожатый Метко Плюнул На поплавок, Увернулся От рыбака, Чуть Было Не Схватившего Его За Вихор И Умчался, Поддавая Босыми Ногами Сухие Листья. А Миша Остался Стоять, Приоткрыв От Изумления Рот Перед Величественным Зданием Нежинского Лицей. Пробежав По Струнам Золотым Пивуном Не Жалею Ни Груди Ни Глотки. Лицей Безбородки. Автор Николай Васильевич Гербель. Таких Лицеев В Российской Империи Было Только Два. Прославленный Царскосельский И Нежинский, Основанный На Капиталы, Оставленные По Завещанию Канцлера Александра Андреевича Безбородка, Екатерининского Вельможи И Черниговского Уроженца. Трехэтажное Здание Нежинского Лицея, Украшенное Колоннадой Из Двенадцати Колонн, Которую Лицеисты Называли Белым Лебедем, Увенчивалось Фронтоном С Надписью Леборе Эт Целло Трудом И Усердием Родовым Девизом Князей Безбородка. Учрежденное Высочайшим Рескриптом В 1820 Году Под именем Гимназии Высших Наук В 1875 Году Учебное Заведение Преобразовалось В Историко-филологический Институт, Который Готовил Учителей Классических Языков Русского Языка И Истории. С того же Года Отменили Розги И Разрешили Поступать Не только Дворянам, Но и Отпрыском Других Сословий. По-настоящему Прославился Институт И вошел В русскую Историю Знаменитым Своим Учеником Русским Гением Николаем Васильевичем Гоголем. Сюда Внежин В 1821 Году Дорожная Пролетка Разбрызгивая Грязь Доставила Тщедушного Длинноносого Мальчишку Укутанного В салопы И обвязанного Платками. Он Простужался Кашлял Писал Жалобные Почтительные Письма Маменьки Прогуливал Уроки Писал Эпиграммы В гимназический Журнал Наряжаясь В женские Костюмы Играл И сам Ставил Спектакли На сцене Актового Зала И даже Начал Писать. Первую пьесу Гоголя Нечто О Нежине Или Дуракам Закон Не писан Увы, Прочитали Только его Одноклассники. Уничтожил Своё произведение Будущий Поджигатель Второго Тома Бессмертной Поэмы Наверное, Из страха, Что в сатирических Образах Преподаватели Угадают себя. Розги В то время Ещё Не отменили. Нежинская Рукопись Так, кстати, Называется Единственный Сохранившийся Оригинал Тараса Бульба, Который Был найден Среди Подарков Графа Безбородка Лицею. Давно Убежал Черномазый Посыльный, А пятнадцатилетний Михаил Савич Всё стоял Перед мраморными Ступеньками, Ведущими К белой Колоннаде, Вдыхал Аромат Сада, Слушивался В гомон Деловито Спешащих Лицеистов И душа Его Была полна Предвкушением Жизни. Наконец Он встрепенулся И двинулся Как было положено По инструкции Данной ему В Бобруйском Казначействе К письмоводителю Фёдору Даниловичу Проценко. Тот Принял Нового лицеиста Незамедлительно, Рассказал О гимназических Правилах И выдал Стипендию Вперёд За три месяца. Ни много, Ни мало, А пятьдесят Рублей. Склонившись Близоруко Над ведомостью, Мальчик Расписался. Михаил Савич Двадцать седьмое Августа Тысяча Восемьсот Девяносто Второй Год. Сдвинув Озабоченно Кустистые Брови, Фёдор Данилович Поинтересовался. Надо бы На ли вам, Сударь, Помочь С размещением? Мы обычно Рекомендуем Гимназистам Семьи, В коих Контроль Осуществляется И надзор За их поведением И учёбой. Благодарю, Фёдор Данилович, Но родители Мои уже Побеспокоились О моём Проживании. При мне Письмо К вдове Знакомого Отца Моего По-Бобруйску Майора Трофима Васильевича Магдебурга. Как же, Как же, Почтенное Семейство, Загивал Письмоводитель. Дом их, Кстати сказать, Расположен Недалеко От лицея На Преображенской Улице. Опаздывать Освободилось Поскольку Григорий Сын Покойного Трофима Васильевича В этом году В Киевское Юнкерское Училище Поступил. Радиозвезда Мы читаем Головы Из книги Елены Зелинской На реках Вавилонских. Река Днепр Подтянутый Молодой человек В ладно-сидящей Солдатской Шинели Решительно Поднимался Вверх По парадной Лестнице. В его Уверенных Движениях Не было Ни следа Юношеской Неуклюжести. Светлые, Глубоко Посаженные Глаза С веселым Любопытством Оглядывали Необычную Для военного Училища Суматоху. Вверх-вниз Сновали, Перепрыгивая Через две Ступеньки И скатываясь С гимназической Быстротой Юнкера Выпускного Курса. Дробно Стучали каблуки И звякали Шпоры. В сводчатых Коридорах, Залитых Светом В обилии Проникающем Сквозь Решетчатые Окна И бойницы Оживленно Жестикулировали Преподаватели Громкими Возбужденными Голосами Обсуждали Вакансии Поздравляли Счастливчиков С удачным Назначением Артиллеристы И будущие Инженеры Собравшись В кучке Звонко Перебирали Названия Южных Городов Екатеринодар Екатерина Слав Одесса Подбоченись Горделиво Выпячивал Грудь Единственный Из всех Гвардеец Кто-то Не разделяя Общего веселья Уныло Смотрел Значением В отчаянную Сибирскую Глуш Перекрывая Разноголосицу Загремел Голос Дежурного Юнкера Господам Офицерам Строится На передней Линейке Всем разговорам Конец На ходу Поправляя Гимнастерки Юнкера Понеслись В необъятный Актовый Зал Молодой Человек В солдатской Шинели Вздохнув Уселся На покатый Подоконник Первокурсникам Там делать Нечего В парадный Строй Ровнехонькой Серой Стеной Встали Юнкера Которые Сегодня Закончили Двухгодичный Курс Из-за Стеклянных Створок Слышен Рокочущий Бас Начальника Училища Полковника Самохвалова Поздравляю Первый Офицерский Выпуск Киевского Пехотного Училища 1892 Года С Производством Двери Актового Зала Распахнулись Вновь Произведенные Офицеры Счастливым Напором Ринулись Вниз По лестнице И волной Подхватив Нисколько Несопротивляющегося Первокурсника Скатились Во двор Училища Кутерьма Кипенье Гвалт Кто-то Открывает Шампанское Кто-то Бежит Ловить Извозчика Чтобы Немедленно Ехать В город Кто-то Кричит Виват Вдруг Из дверей Казармы Появилась Необыкновенная Процессия Четверо Юнкеров Наряженных В ризы Из одеял Несли Снятую С петель Дверь Которая Изображала Собой Гроб На гробе Том Грудой Лежали Учебники Впереди Успевший Облечься В новенький Мунгир С золотыми Полосками Погон Шел Невысокий Коренастый Подпоручик С широким И старательно Серьезным Лицом Гроб Сопровождал Хор Со свечками И кадилами В которых Дымился Дешевый Табак Похороны Науки С важным Видом Взвыл Батюшка В кавычках Конечно В накинутой На плечи Простыне Шутовское Шествие Двигалось По двору Обрастая Хохочущими Плакальщиками На крышку Гроба Летели Задачники Тетради Шпаргалки Поручик Золотыми погонами Метнул взгляд На первокурсника Которому явно Были в новинку Юнкерские шалости Он остановился Подмигнул Смеющимся глазом И крикнул Ты с нами Юнкер Широко Отмахнув рукой Первокурсник Хлопнул По снятой двери И отозвался С веселой готовностью Точно так Господин поручик С вами До гробовой Доски Тень Мелькнула На лице поручика Как тебя звать? Григорий Магдабург А тебя? А я Антон Антон Деникин Река Остер Коричневые платьицы Черные фарточки С валанами Атласные ленты Веселый вихрь Какой всегда подхватывает Школьников И птиц Выпущенных на свободу Вылетел из дверей Гимназии Кушакевич Рассыпался На парочки И смешался С уличной Толчеей Ученица Первого класса Женечка Магдабург Натянула на плечо Клеенчатый ранец И спустилась По ступенькам Сегодня ее Никто не встречал Она Как большая Пойдет домой Одна Сначала По главной улице Денек выдался Не по-осеннему Солнечный И Гоголевская Недавно замощенная Булыжником Полна Гуляющей публики В скверике Около памятника Гоголю Сладко пахнет Сдобными булками И кренделями Которыми торгуют Прямо сладков У входа В лавку Москаленко Благоухает Огромная бочка Со знаменитыми Нежинскими огурцами Женечка Эту лавку Хорошо знает Здесь Живет ее подружка И одноклассница Маша Дочка хозяина Огурцы Мама не покупает Солит Сама Не хуже Москаленок Хотя И говорят Что они Поставляют соленья В Петербург К царскому столу А покупает Мама здесь Колбасу Тонкую Сухую Которую Изготавливает Прямо во дворе Старик Грек И Сладости Женечка Немного потолкалась У витрины Москаленковской Лавки Любуюсь На россыпь Городских конфет Которые ей Доставались Только по праздникам И Побежала Дальше Мимо Благовещенского Монастыря Где толпятся У входа Богомольцы С запыленными Ногами И крестьяне С коричневыми Лицами Мимо Длинных Одноэтажных Домиков Почти Невидных Запышными Фруктовыми Садами Мимо Городского Парка С золотыми Акациями И Пирамидальными Тополями Вот И Любимая Женечкина Соборная Площадь Слева Белоснежный Греческий Храм Классная Дама Говорила Что он Похож На Акрополь Справа Николаевский Казацкий Собор Папа Считал Его Своим И По Большим Праздникам Разглаживая Тронутые Прося И Ус Торжественно Опускал В Ящик Для Пожертвований Свернутую Ассигнацию Пятиглавой С Вытянутыми Вверх Луковицами С Красивейшими Одинаковыми Фасадами Как это Было Принято Во многих Соборах Построенных В конце XVIII Века В Малороссии Русскими Архитекторами Николаевский Храм Являл Собой Великолепный Образец Украинского Барокко Поставленный На средства Казаков Ими И Поддерживался Был Средоточием Казацкой Жизни Каждодневно Магдебурги Посещали Близкий К дому Преображенский Храм Зеленый Купол И кирпичные Стены Увитые Хмелем Служили Женечке Главным Ориентиром Не доходя До собора Надо было Повернуть Направо На Преображенскую Улицу Дом Белел Сквозь Сбегающий К реке Сад Бахча Огород Народиновые Кусты И, конечно, Травы Которые Мама Выращивала В изобилии А потом Варила В медной Кастрюльке От всех Хворей И которыми Выстилала Днище Дубовых Бочонков Подсоленьем Резное Крыльцо Пестрые Тени На ступеньках Скамейка Под зелеными Ставнями Накинув На полные Плечи Пестрый Платок Мария Александровна Стояла У калитки И терпеливо Глядела На дорогу Дочке Пора бы Появиться Из гимназии Ах, Вот и она Щурясь На нежное Нежинское Солнце Мария Александровна Смотрела Как заворачивает Из-за угла И несется Ей навстречу Румяная Девочка В коричневом Платье И черном Фарточке Подбежала И запнулась В нерешительности Рядом С мамой Стоял Незнакомый Подросток С серыми Внимательными Глазами Посмотри Женечка Кто к нам Приехал Это Миша Савич Сын Папиного Старого Друга Из Бобруйска Мальчик Залился Краской И пробромотал Очень рад Над столом В кабинете У Трофима Васильевича Магдебурга Висел Портрет Его отца И Саула Черниговского Полка Василия Магдебурга Изображенного Самодеятельным Художником Саблей в руках В малиновых Шароварах С лампасами И в черной Курчавой Шапке Фамилию Столь необычную Для черниговского Казака Унаследовал Василий От своего Прадеда Прибывшего В Запорожскую Сечь Из немецкого Города Магдебурга Название Которого И закрепилось Как это велось У сечевиков В его прозвище Дед Василий Которого Старшие сыновья Трофима Помнили Крепким Седым стариком Участвовал В походах Против шведов Брал далекую Северную крепость Свяаборг А в достопамятном 1812 году Гнал француза По белорусской Дороге От Малоярославца До Березины Армейская служба Была традиционной Для Магдебургов Как и братья Трофим Начал военную карьеру Рядовым Карабинерского полка Таунтер офицера Дослужился В Вологодском Пехотном В Крымскую Компанию Четвертый резервный батальон Где Трофим Служил фельдфебелем Отправили На Северный океан Воевать Против Соединенных Флотов Англии И Франции Летом 1855 Стояли При Сестрорецком Оружейном Заводе Под начальством Генерал-лейтенанта Мирошевича Командующего Войсками Расположенными От Петербурга До Выборга Несколько Часов Французские корабли Сестрорецк Обстреливали Но куда им против казаков Так и не решились Высадить десант В 1863 Вспыхнул Польский мятеж Шайки поляков Прятались по лесам Разоряли И грабили Русские поселки Вешали тех Кто оставался Верен царю Смоленский Резервный полк В котором служил Трофим Магдебург Был направлен В западные губернии Рота прапорщика Магдебурга Настигла Отряд Одного из Предводителей Восстания Литовского Магната Сентржецкого И весь поголовно Вместе с начальником Взяла в плен Отобрала оружие И немалую сумму денег Летом Полк был востребован В Минск В уезде которого Усилился мятеж Там В белорусских лесах Получил Трофим Васильевич Первое ранение И сабельный шрам 1863 года Государь повелел Все новообразованные Полки Сделать Трехбатальонными И дал им Новое название Полк В котором служил Трофим Магдебург Стал 117 Ярославским Став командиром Роты Трофим Васильевич Женился на дочери Губернского секретаря Марии Александровне Васильковой В Бобруйской крепости Которую называли Самой полезной Цитаделью Империи Родились у них Трое сыновей Владимир Василий И Григорий 12 апреля 1877 года Император Александр II Издал манифест О войне С Турцией Полк Мобилизовался Быстро И выступил С походом Из Бобруйска В Киев 15 июня 1877 года Русские войска Перешли Реку Дунай По понтонному мосту Наведенному Саперами У Зимницы И вторглись На Турецкую землю Пройдя Компанию От Зимницы До Константинополя Трофим Васильевич Магдебург Серьезно ранен Не был Шрама Не считал Однако Легкие Надорвал И вернувшись С полком Из Турции Вышел Отставку Осел Не в Бобруйске А в теплом И уютном Нежине Где купил Дом На берегу Реки Остер На покое Прожил Еще 10 лет Старших Сыновей Василия Владимира Отправил Военное Училище Не было Это даже Поводом Для раздумий Григория Который Больше других Братьев Тянулся К учебе Отдал В знаменитый Нежинский Лицей В Нежине Родились У Трофима Васильевича И Мария Александровна Младшие дети Яков Павел Константин И дочка Женечка Трофим Васильевич Говаривал Что долг Свой Перед Отечеством Он выполнил Родив Шестерых Сыновей А дочка Это уже Для него Божий Дар Отставной Майор Был не молод Но бодрость Духа Не терял На боли В груди Не жаловался Терпел Однако Кашель Выдавал Угнездившуюся В легких Болезнь Мария Александровна Лечила его Собственноручно Изготовленными Декохтами Он Посмеиваясь Называл жену Полковым Лекарем Однако Выпивал Душистые Отвары Покорно Расположившись У окна В кресле С потертыми Бархатными Подлокотниками И зимой И летом Крест-накрест Повязанный Жениным Пуховым Платком Трофим Васильевич Пыхтел Трубкой И листал Календарь Черниговской Губернии Вечерами Мария Александровна Зажигала свечу И садилась За штопку Натянув На деревянный Грибок Детские носки Трофим Васильевич Подвигался Ближе К огню Так Чтобы печным Жаром Прогревало Спину И рассказывал Сыновьям Бесконечной Истории Про Богу Королевича Как называла Михаила Скобелева Второго Все русское Войско Мальчики Розовее Во цветах Пламени Смотрели Как пишет Круги Вишневая Трубка Как сплетается Из теплого Воздуха И жарких Искр И горцует На вычищенном Жеребце Белый Генерал Пел Самовар А тысячи Турецких Аскеров Походными Колоннами Окружали Плевну Лилось Густое Как кровь Болгарское Вино Гамза И шли По зеленым Холмам Штыковые Атаки Румынские Уланы И ломали На Шибкинском Перевале По-братски Пшеничные Галеты Казаки И стрелки И встречали Победители Осман-Паши Черноокие Красавицы С иконами Хлебом И солью Чай Стыл В чашках Папа Расскажи Про шрам На щеке Трофим Васильевич Спускает Женечку С рук Подносит Кусам Изрядную Рюмку С малиновой Наливочкой И выпивает Единым Духом Из бисерного Вышитого Дочка Кесета Отсыпает Свежего Табаку Мальчики Ерзают Поминутно Вздыхают Хотя Историю Эту Много Раз От Папы Слышали А Трофим Васильевич Как нарочно Внушительно Откашливается Долго Копаясь Достает Из кармана Домашнего Сюртука Кремень Стучит Сыпятся Искры И блестят Сквозь пелену Тумана Снаряды Из стальных Орудий Осман Баши Мы читали главы Из книги Елены Зелинской «На реках Вавилонских» Ваши Любимые Книги Каждый день В эфире Радио Звезда И на нашем Канале В Ютьюб Подписывайтесь Чтобы слушать